Мячик-яичко и мальчик-сестричка. Прежде чем начать сам ролик, я хотел бы высрать кое-какие приятные мысли. Множество различных людей пополняют наш зазарительский кокпит. Юные игроки с интересом приходят посмотреть на старые игры времен Людмилы Огурченко, а к ним присоединяются матерые игровые каталы, лично щупавшие дискеты или хотя бы заставшие CD-диски. Да, сидюшники это уже раритет, а фильм Дети Шпионов 3 вышел в 2003 году, то бишь 17 лет назад. Мало того, из-за необычайности сюжетов недавно рассмотренных игр, к нам совершенно внезапно присоединились и представители женского пола, среди которых есть те, кто также с детства знаком с играми или же только начал проникать в суть темы. Именно поэтому мне порой сложно выбрать подходящую игру, чтобы было и интересно, и познавательно, не слишком душно и достаточно мемно, дабы вы потом делали вырезки и юзали их в комментиках, тем самым подбешивая моих хейтеров. Сегодня я расскажу вам про самую первую игру в серии Command & Conquer от студии Westwood. Но показывать я буду на примере недавнего так называемого Remastered'а. Конечно, многие посчитают, что было бы более правильно рассматривать версию игры из 90-х, так как, скорее всего, нынешняя игра уже совсем другая и, возможно, даже хуже. Но! Уверяю вас, все обстоит совершенно не так. Это переиздание сделано ребятами, которые изначально и работали в той самой Westwood. Так что данный продукт тем более следует рассмотреть. Но сначала... Третьего дня по совету проверенных детей космоса скачал совершенно бесплатно Dragon Champions. Сразу же, задыхаясь от жадности, вцепился цепкими лапами в телефон и запустил мега-игру. Графен? Мое почтение! Настоящим шедевром был драконий чемпионс. Даже мой наметанный на годные игры глаз отказался верить в такую увлекательность боя и коллекционирование разнообразных героев. Совместными усилиями вместе с Бубуем и Бакарешем опробовали новые режимы. Ощущение, скажу я вам, полный сас. С другими мобилками не идет ни в какое сравнение. Плюс полноценный PvP-режим поля сражений, где можно сражаться как один на один, так и три на три. Кроме того, увлекательная сюжетка, красивые планы и отсылки на поп-культуру приятно радует геймерское сердечко. Наиграл так весь день, решительно готов дальше делать видосики. Многие зрители ожидают увидеть тут бесплатные плюшки за скачивание игры. Этим зрителям невдомек, что получить подарочки можно по моему специальному промокоду. Игра отличная, рекомендую всем к употреблению. Все как водится, можно скачать по ссылке под роликом. Привет, мои адекватные и абсолютно разумные подписчики. С вами я, Охотник на Фури. Давайте сменим тон на менее формальный, и вообще в данном случае буду обращаться к тебе, дорогой зритель, да, именно к тебе. Ты, ты, да ты. Будучи еще совсем молодым дебиком, я просто доодари обожал играть в игры жанра РТС, или как мы их называли, стратежки. Одной из таких игр были генералы из серии стратегий «Командуй и завоевывай». В этой серии игр есть множество ответвлений, да и сама история увлекательна, но конкретно в данном ролике мы коснемся самой первой игры. Пощупаем старичка за бачка. Игра называется достаточно просто «Командуй и завоевывай». Думаю, для начала стоит рассказать немного про саму разработку, потому что такие истории знать надо, хотя у нас, видимо, в Руквае считают обратной, и поэтому о тех же Вествудах многие из вас узнали именно от меня. Дюна 2 Например. Но как бы это не было иронично, первыми, кто сделал по-другому и лучше, были сами Вествуды. Дюна 2 была успешна и много-много долларов хрустящих принесла. Вследствие этого разработам пришла отличная идея. Сделать все то же самое, добавить фишки нереализованные в Дюне, и все это намазать на собственный сеттинг. «Командуй и завоевывай» была названа так неспроста. По словам основателя студии и главного продюсера игры Брэд Эспери, название отлично передает главную суть геймплея. Мало того, изначально игра должна была быть в фэнтезийном сеттинге. Орки, эльфы, хоббиты, ну вы поняли. Но все поменялось из-за военной ситуации в мире на тот отрезок времени. Было решено создать историю про борьбу Запада и некой террористической организации без государства. И чтоб все происходило в нашем мире, но в альтернативной временной линии. Таким макаром вышла очень необычная игра, получившая признание, популярность, множество портов на самые разные системы и очень много бабла. За год было продано около миллиона копий. А по 2009 год так и вовсе было продано по миру 30 миллионов копий. Это очень много, дорогие мои. Дальнейшую историю студии Вест тут я максимально ужму и скажу лишь в нескольких словах. Студия куплена Electronic Arts в 2003 году закрыта. Часть людей ушла в другую студию, ЭА, а другие же создали свою собственную под названием Петроглиф Геймс. Уверен, что про эту студию вы даже и не слышали, но именно эти молодцы создали такие замечательные игры, как Star Wars Empire at War, Грей Гу, серию стратегий восьмибитной армии и недавнюю странную стратегию по вселенной Конона, в которую я все хочу поиграть. И кстати, про эти все игры вы скорее всего тоже не слышали. И вот внезапно случилось нечто невероятное. Electronic Arts решили хоть немного доисправить свой имидж перед игроками. И поэтому выпустили бомбилку... Они скооперировались с Петроглифами и предложили им нечто невероятное. Сделать ремастер-эд версию некогда популярных двух игр. А второй я вам как-нибудь потом расскажу, а пока что давайте узнаем, что им удалось сделать самой первой игрой в серии. Welcome to the Electronic Video Agent Installation. Продолжение следует... Простите, девочки, я снова плачу. Нам показывают предисловие, с которыми мы примерно можем понять, что да как в этом мире. Не бойтесь, вам не придется гадать и собирать кусочки сюжета по крупицам, как в какой-нибудь DS или DS. Я вам все разжую. В мире все неспокойно. Происходят хаотичные теракты в разных странах. Виновными считают опасную группировку Братство Нот, которая не просто группировка, а еще и крупный добытчик загадочного ресурса Тиберия, который совершенно недавно появился на этой планете. Эта добыча настолько выгодная, что сейчас Нот является самой богатой и очень опасной фракцией на планете. Мировые государства очень обеспокоены и думают, что делать-то? Они создают особое подразделение GDI, которое у нас решили перевести как ГСБ. По итогу, эти две фракции потихоньку начинают вступать в военный конфликт, супротив друг друга. Сама же война все больше и больше начинает обогащаться посыпушкой из Тиберия, а нам же нужно выбрать, на чьей стороне быть. В данной игре мы имеем две компании, которые являются двумя разными версиями всей этой истории. То есть у этой игры концовки по сути две. Я расскажу про оба варианта и начну, пожалуй, с ГСБшки. Глобальная защитная инициатива выбрана. Ты собираешь это? Хорошо. Нашим куратором будет Дженерал Шепард. Генерал Шепард. Он направляет нас на те или иные задания и просто держит в курсе происходящего. Мы отправляемся на наше первое задание и тут, наконец-то, на третьей странице текста для ролика, видим саму игру. Прекрасно. Вот какой был графон в тогдашние времена. Но стоит нам нажать на пробел, как вдруг. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ По факту они дали нам ту самую игру, но только которая адекватно запускается на нынешних системах И по желанию мы можем переключаться между классической и HD графикой Так что особо не удивляйтесь, если по ходу игры графон будет скакать туда-сюда Ну а теперь геймплея Для тех, кто не знаком с такими играми или же жанром РТС, я все поясню Мы командуем солдатами, техникой и можем строить свои военные базы Способные создавать этих самых солдат и технику Тратится на все это тот самый Тиберий, который нам нужно собирать Чтобы победить, надо умудряться вовремя атаковать врага нужными боевыми единицами Дабы как можно больше убить и как можно меньше потерять Наш же противник будет пытаться делать абсолютно все то же самое Изи пизи, как говорится Нас подробнее знакомят с азами Дают в руки солдат технику и передвижную базу Суть оны я понял лишь к третьей миссии, не сумев поначалу ее активировать Активируется она кликом по себе, когда стоит на месте Сейчас же я учусь всех убивать и делать это максимально приятно Можно всех кучкой выделять и направлять куда захочешь Чтобы лицезреть как они разносят все в труху Для меня это особенно приятно после первого варика Помните ролик по ней? Я же помню, как мог выбирать лишь по несколько сраных челиков за раз И это было так же приятно, как мастурбация при повышенном давлении При этом все, мы можем слушать на фоне приятное музыкальное сопровождение От Фрэнга Клипаки, до этого писавшего музыку Теранди Субтитры сделал DimaTorzok Этот музыкальный петтинг у Шейкста и был одной из причин успеха игры. Уверен, что Клепаки настолько оторвался во время записи музыки, что буквально водил гениталиями по инструментам и Пауэрос избил синтезатор члена. Мы быстро заканчиваем наш первый рабочий день и имеем возможность увидеть 3D кат-сцену. Именно все эти ролики плюс ламповые кат-сцены с актерами нехило так доставили балдежа игрокам. После каждого задания нам дают доступ к бонусным роликам и показывают карту мира, где мы можем видеть наш прогресс на данный момент. В определенную секунду нам и вовсе дают выбор на какую операцию отправиться. На концовку это конечно не влияет, но зато дает приятные ощущения вариативности геймплея. Плюс вы всегда можете взять и пройти чисто для себя пропущенные уровни. Вторым заданием нас отправляют в Эстонию, а генерал Шепард на брифинге собирается поведать про главного врага, Кейна. Этот молодой человек является главой и символом Нод. Сыграл его Джозеф Дэвид Кукан. Кукан. Вот вы смеетесь с его фамилией, а самое ироничное в нем то, что именно он озвучивал Брандона в легенде о Керандии. Вот и живите теперь с этим. Правда рассказ генерала был прерван, так как был обнаружен огромный источник Тиберия под властью Нод. Тут я также не знал, как выстраивать базу, и буквально пытался сметать врага имеющимися силами. Словно мне сказали на драку взять биту, но я не знал, где она лежит, и поэтому дрался бабушкиным сапогом. Но благо старая гвардия еще могет скиллуху и профессиональный макроконтроль выделением всех юнитов. Генерал майонезных войск снова обламывает нас с увлекательным рассказом про Кейна и Нод, потому что мы чмо кабачковые. Нас отправляют ломать вражеские системы ПВО, чтобы потом можно было юзать уберспособность ГСБ. ПИЗДЁЧ С ВОЗДУХА! Слава Аллаху, я наконец-то смог в постройку базы. Вот тут энергостанция, бараки, потом мы сможем строить пункт связи для доступа к миникарте. Все работает от станции, так что защищайте их, как зеницу кока. Это пункт добычи и обработки Тиберия, а вот и тиберевые полякста. Они не бесконечные, так что лучше успеть выиграть битву до того, как трактор схромкает все зеленые карамельки. Кстати, с этими тракторами под названием Харвестеры имеется достаточно мемный момент. Вражеский комп сильно триггерится на атаку по этому сборнику ресурса, настолько, что буквально готов отправить в атаку все свои силы. А не Чан, не трогай мой Харвестер. Самое примечательное, что я подчеркнул для себя из этой миссии, так это бесполезность одной из наших оберспособностей. Мы ее не можем юзать, пока у врага есть ПВО. Сами ПВО уничтожаются ближе к концу сражения, а к тому моменту я уже и без авиаударов обойдусь. Ну или буду ждать и уничтожать последние здания, чисто чтобы не пропадать добру зря. А теперь мы двигаем в Беларусь, а точнее в Минск, а еще точнее в Бобруйск. Особенно мне нравится, с какой любовью написали про ничтожно малый ВВП и армию в виде народной милиции. В самом же брифинге нам наконец-то поясняют за нашего врага во всех подробностях с Лурки и Викиликс. Кейн стоит во главе НОД. Очень древней организации. Даже древнее Башорга. Они в братанских связях со многими негодейскими группировками, плюс пытаются вмешиваться в дела многих небольших стран, дабы навести там свои порядки. А чтобы никто особо в их сторону взглядом червивым не палил, они манипулируют популярными СМИ, которые умело привирают и чуть что вешают косяки НОДА на совершенно других людей. Бюджеты на все это они зарабатывают благодаря торговле на мировых рынках и добыче очень опасного и загадочного материала под названием Тиберий. Сам же Тиберий растет? Да-да, именно что растет с огромной скоростью. Он поглощает все соки и минералы из земли, а потом преобразует все это в эти очень богатые наценные металлокристаллы, которые легко собирать с поверхности земли, без необходимости строительства шахты и поддержания майнкрафтовского бытия. На этом кормежку инфы прекращают, и мы снова двигаемся сражаться сопротив НОД. В этот раз мы получаем задание от некой Маррели, так как Шепард сейчас недоступен. Цель достаточно проста. НОД совершили подлый рейдерский набег на караван ГСБ. Видимо, в дань уважения на Маду. А нам все это надо вернуть назад. Задание вроде бы простое, но именно с этого момента игра начинает вертеть игрока на приборе под названием... В этой игре очень многие юниты сделаны по принципу камень, ножницы, бумага, дайте, сука, шоколада. То есть кто-то более эффективен против кого-то, но при этом слаб против того-то. Машинка с пулеметом сильна против автоматчиков, но слаба против ракетчиков. Такая концепция достаточно проста, а значит надежна. Правда, не в этой игре. Можно потратить множество ресурсов на то, чтобы создать достаточно сильный пехотный отряд. Отправить его на вражескую базу, дабы по пасту затащить. И в теории план рабочий, пока не появляется один небольшой танк. В этой игре камень не просто ломает ножницы, он уничтожает множество ножниц за один щелчок и летит тебе в висок. У нас есть чады с гранатами, сжигающие врага словно шреддер бумагу, а у нот есть качки с огнеметами, эффективные против солдат, как моча против снега. При этом и те, и те способны при недоразвитом командире в долю секунды уничтожить отряд своих. Также этих челиков с легкостью может переехать один танк и вроде сиди, дострой танки и ломай лица, но сами по себе танки куда слабее по атаке, чем пять ракетчиков. Пока он будет ковырять вражескую базу одним пуком в минуту, фраг успеет построить турели или несколько тех же ракетчиков, которые, если танк их не успеет раздавить, легко сломают его издалека. Именно поэтому надо умело комбинировать отряды из разных челиков, а в самом бою вовремя отправлять кого-то вперед, а кого-то назад. В этом и есть вся суть данной игры. Как видите, все максимально просто, я бы даже сказал казуально. Резать воду и то сложнее. Если ваши мозги не расплавились под воздействием летней жары, самое время начать плавиться от сюжета. Нот уничтожили жители города Белосток. Вместе с самим городом и с помощью продажных смей, как Brotherhood of Not Today, свалили всю эту вину на ГСБ и генерала Шепарда. When this madness ends, only one General Shepard and his vision of one world order has stopped. This is Greg Burdett, Bialystok. Cut. Excellent. Now, do it again in French and German. I want 300 copies made and sent to every TV station in Europe. We have the satellite for another 10 minutes. Все люди проявили типичное людское благоразумие и дружно поверили, что все так и было. Финансирование урезано, Шепард временно недоступен, а мы же вынуждены слушаться челиков с званием поменьше и выступать супротив нот на... Напоминаю, что события игры происходят в вымышленной альтернативной реальности. Дальнейшее наше бытие достаточно тяжкое. Базы наши ломают, а нам приходится их восстанавливать и при этом умудряться побеждать врага. Следующее задание мы вовсе не до конца понимаем из-за помех, а в нашей дряблой командирской ручонке дают всего лишь одного солдатика командоса, который тип мощный против пехоты. Но эту бумагу побьют и камень, и ножницы, и плевок верблюжий. А когда я все-таки совершенно наугад уничтожаю станцию связи... Реально, случайно, ребята. Я даже не знал, какое здание надо уничтожить. Мне говорят, что, мол, я дебил глухорылый. И теперь должен уничтожить всю базу, но уже с полноценными возможностями. У меня есть солдаты, база военная, а враг все так же избивает меня кирзачами от гучи, дучи и бамбучи. Именно в таком же огне сейчас находится и нынешний мир. Тибери все больше раскрывается с самой нехорошей стороны. Он наполняет деревья тибериевым раком и потихоньку поражает людей похлеще той же радиации. Наш бюджет все больше урезают, Нот пытается ударить как можно больнее, а ГСБ, ко всему прочему, обвиняет в экспериментах с какой-то орбитальной лазерной установкой. Плюс ко всему этому идут огромные подлянки со стороны Кейна через мировые СМИ. Смитрий Звучий на онлайн-арм. Плюс картон воню, Грег Бердет, ın doubledе на передачи ом 1991. Грег Бердец, гр general aus�� Грым шоу армур Грег Бердет, строчкой на онлайн-арм, ну что этоillery Грег Бердет Of course, it's not true. But the world only believes what the media tells them to believe. And I tell the media what to believe. It's really quite simple. Oh, there's your little pet. But now that I know where you live, Commander, it's only a matter of time. Were I in your shoes, I would spend my last earthly hours enjoying the world. Of course, if you wish, you can spend them fighting for a lost cause. But you know that you've lost. Кейн настолько харизматичный и классный, что я бы ему дал. Игра продолжает лампово и мило вводить меня в экзистенциальный кризис. Мне дают въебало, а в руки кусок сломанной базы, кучу избитой ссанными тряпками техники, и говорят, иди бить базу врага и только попробуй проиграть. Пожалуйста, хватит меня обижать. Я хочу обратно в Керандию к яблочкам. Вроде победил, но по факту у нас все так же плохо. Это, пожалуй, одна из немногих сюжеток, где с каждой победой мы погружаемся все глубже в какой-то депрессивно-коричневый астрал. Картер, дававший нам задание, тоже облучился Тиберием, и теперь бытует чисто на лоу-хп, и дает нам вроде бы легкое задание. Сломать вражеские турели, чтобы его корабли закидали одну из нодовских баз ракетами класса «Водичка между булочек клубничка». Я уже был обрадовался, как вдруг внезапно разрадовался. На вражеской базе была установлена странная защитная пушка, кастующая во врага ульту Леона. А вы знали, что на самом деле Тиберий, так же как и Егор Летов, прибыл на Землю из далекого космоса, а назвали ее так в честь-таки Тибр в Италии, рядом с которой он и упал? Хотя при прохождении за нод нам говорят совсем иную инфу. Почему да? Потому что. Более подробные приколы про этот необычайный космический продукт нам расскажет профессор Мобиус. Хентай излечивает рак. По сути, главный враг сейчас — это треклятый зеленый мед, способный, как оказалось, поглощать не только минералы и полезные соки из земли, но и жизнь из всех растений вокруг, тем самым вырастая в еще больших количествах и покрывая поверхность земли. Если не остановить это, то ядовитое для всего живого вещество просто-напросто убьет всю жизнь на Земле. Абсолютно депрессивная и безысходная атмосфера нависла на всей этой истории. Уже кажется, что все тщетно и нет смысла сражаться, как вдруг... Кетчуп-вентиль, а? Мой сладкий пирожочек, все это был обман, чтобы сбить человека яйцо с толку и набрать классы. Шепард и ООН решили провернуть гениальную аферу по псевдоздаче позиций, дабы подождать, пока Кейн будет уверен в своей победе и светонет слабым местом. И именно сейчас самое время, чтобы дать нам в руки сраные вертолеты! Я требую вас и Морелли, чтобы взять несколько этих ребят и поставить их через мил. Совершенно внезапно ГСБ начало серию мощных атак по братству. Да и нам стало куда проще играть, потому что та же воздушка имеет огромное преимущество перед наземными юнитами. Словно одиннадцатиклассник, который задирает тракалашек из корпуса для особо отоленных детишек. Исключением являются ракетчики и системы ПВО, которые хоть и не особо умные, но зато имеют нездоровую манию по битью в промежность. Ай! А потом у нас будут и огромные танки, и премиумные ракетные установки, эх! Мы уничтожаем врага, потом по обручению генерала спасаем связного, раскрывающего нам координаты главной лаборатории Кейна, где проводятся эксперименты над людьми с использованием Тиберия. Тем временем, доблестные ученые ГСБ провели крупные исследования опасного влияния этих зеленых леденцов и узнали, что множество людей уже заражено. У них крупные проблемы с респираторными заболеваниями, репродуктивной системой, иммунными заболеваниями и просто множественными летальными исходами, как у людей, так и у крупного скота. А заодно мы наконец-то узнали, как все это вышло. Оказывается, зараженные растения выпускают в атмосферу тиберивые споры. Тиберия – это новая форма жизни. ГСБ необходимы деньги, время и силы, чтобы противостоять. Это заразе, но сначала необходимо победить Кейна. Ради этого выкатываются все последние резервы, а именно нам дают доступ к той самой орбитальной лазерной установке, существование которой отрицал Шепард. Сам же генерал с виду уже начал употреблять кокос, чтобы оставаться с нами на связи. Мы нашли его, Кейн. Кейн's temple и base of operations. Табдerver считай. Что насчет Вороноб棄. Кейн chega к usлу пять мини́н After 20 минут назад. Пойдет к Кейн unique,有點 изменился, «церпит». Не то чтобы последняя военная операция была убер сложная, по нам всего лишь долбят из всех орудий, всеми юнитами, плюс иногда в нас запускают ядерные удары, чисто чтобы добавить пикантности происходящему. Сил у нас все равно хватает и мы с легкостью, на самом деле не с легкостью, уничтожаем врага, а зано лицезреем заслуженный финал. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Кейн сидит в своей берлоге и до последнего отказывается признавать антипобеду. Уже стоит покидать это гиблое место, но он против. Это и губит его. Весь мир радуется победе, ура, херей, эгегей, эгегей, наконец-то наступил покой. Все едят мороженое, пьют пиво уфимский нищий, а ученым ныне можно спокойно заняться решением проблем с Тиберием. Конец. Но не конец для ролика, ведь тут есть еще одна кампания. Альтернативное ведение всего происходящего совершенно с другой концовкой. Ставьте на паузу, даю вам 5 минут на подмыться и налить себе еще чаю да положить добавки в печеньковую тарелку. Начинается вторая часть ролика. Компания за братство Нот интересная. Это пока все, что я могу сказать. Тут мы тоже выступаем в роли неизвестного командира, которому пока что дают повыполнять пару очереднярских заданий. К слову, нашим куратором будет харизматичный и приятный челик по имени Сет. Как вы можете заметить, с нами пока что не особо многословны, потому что не особо уверены, что мы многого добьемся. Ведь в случае провала нас просто зачморят или же выпадят до летального восхода. Нам все так же дают в распоряжение нескольких котях-работях, которые мало чем отличаются от юнитов ГСБ. Те же пулеметчики и та же быстрая техника, подобная вражеской. Правда, все это лишь пока. Большая часть миссий будет происходить в жарких местах, а сами же мы можем без загрузения совести сжигать деревни нейтральных жителей вместе с жителями. Этот эпизод пролетает незаметно для нас, что, конечно же, удивляет Сета. Продолжение следует... Постепенно мы начинаем зарабатывать авторитет среди братвы и заодно подмечать отличия нот от ГСБ. У бравых и тип добрых ребят все стоило относительно дорого, долго строилось и по итогу было мощным и живучим. Сама же тактика боя была на наращивание мощи с дальнейшим сокрушительным ударом. У нот все совсем наоборот. Их стратегия это быть максимально хитрой крысой. Техника не особо мощная и живучая, но зато быстрая и дешевая. Зачем копить силы, если можно раз за разом отправлять в бой небольшие рубки бесячих отрядов, которые будут ехидно дразнить врага и обзывать его фудитротчером до смерти. В нашем распоряжении есть мотоциклы, быстрые машинки и танки, которые куда меньше ГСБшных. Сами же здания приятны глазу своим красным цветом и стилистикой. Кстати, техника у ГСБ создается буквально на месте, а у нот происходит заказ с воздушной доставкой рабским сервисом Delivery Club. В конце концов, мы привлекаем внимание Кейна и Сет этому очень и очень рад. Нам же наконец-то позволяют проникнуть в саму суть смысла Братства Нот, а именно что они берут под свое крыло угнетенные мелкие народы, которых отвергло общество, и очень приветствуют Тиберия как ресурс, способный помочь в реализации их идей. Эра Тиберия грядет. Смешно вам? Мне тоже. Враг сметается, а мы же все продолжаем устраивать пакости и точечные удары по важным точкам. Нам говорят, то украсть ядерный детонатор, то уничтожить деревню каких-то колхозников, которые желают присвоить себе огромные залежи Тиберия. Эти задания все выше и выше поднимают нас по карьерной лестнице, пока не случается нечто внезапное. Туду-туду, Сет решает вступить с нами в сговор, дабы сделать то, чего пока Кейн делать не хотел, а именно совершить нападение на Пендагон. Он уверен, что в случае успеха Лысый будет доволен, а мы... Кейн. power shifts more quickly than some people think. Я Кейн. Когда я взял твои страницы из США, я хочу, чтобы вы взяли все остальные, и закрывали эту обману ГДА base. Once in, build up an арсенал of weapons, и используем их для убитых remaining ГДА presence. Кейн, ты, конечно, харизма, мощь и все дела, но твой вокал всегда будет мне напоминать о том шалопа и с яблоками. Уже под предводительством самого главначальника мы вступаем во все более напряженные схватки и обвешиваемся большими возможностями. За наши успехи Кейн достойно награждает нас. Ух, танки жадят! Кстати, играя за нот, я получаю гораздо больше удовольствия, чем за тот же ГСБ. Тут суть и в эстетических ощущениях, и банально в геймплее. Я командир армии братства нот, Кейн мне доверяет, а мои солдаты быстрые, опасные и ехидные. Наш я сказал бы, что слишком ехидные, ведь главначальник вручает наши лапы доступ к одному из самых потенциально опасных орудий. У ГСБ есть достаточно разнообразная техника, ракетные установки, карусы и мощные танки марки мамонт, способные одним своим видом заставить врага насрать в штаны и с криком убежать. А у братства нот есть легкая техника, чиби-танки, мотоциклы, огнеметы и невидимые быстрые танки, которые, конечно, не испугают врага, ведь он не увидит, как они подъедут и шмальнут ему снарядом прямиком в просак. Финалом всего этого действия и данной кампании будет максимально хитрый план по нейтрализации ГСБ. Кейн прознал про орбитальную лазерную установку и желает заполучить к ней доступ. Но совершить данный акт хищения недостаточно, нас просят сделать последнее одолжение и построить храм братства на руинах баз ГСБ. И, кстати, именно благодаря этой постройке мы можем совершать небольшие ядерные удары по противнику. Этот удар куда мощнее способности врага, но оно и заряжается чуть дольше, хотя эффект, конечно, знатный. На этом мы сделали все то, чего от нас хотели, а сам Кейн весьма доволен. Теперь мы можем отдохнуть и увидеть, как в будущем будет выглядеть консоли Срач в комментах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...